всем привет сегодня мы идем на конференцию конференции мне нравится конференция это круто с каждым разом и стараемся посещать все больше и больше конференций единственное что я понял за все время инвестиций в себя самые самые лучшие я никогда не буду на них жалеть денег потому что после каждой конференции я увеличиваю свой потенциал свои доходы я максимально извлекаю пользу со всех конференций еще раз доброе утро давайте пошумим уверен что все успешные люди мыслят математическим моделем во вторую очередь уже мыслят среди поэтому у меня правда в проекта битмани есть возможность общаться с большим количеством успешных бизнесменов они кто-то сказочно обеспечен кто-то просто богат кто-то завтра станет богатым так вот все мыслят математическими моделями будущего они понимают куда они идут они понимают где точка входа они понимают где точка выхода это называется системный бизнес последняя история с бесконечным фейтом партнерами бизнес-молодости она совершенно непонятно точно говорю это событие произошло в этом зале я считаю что нужно учиться у любого учителя который у любого кто вы это не поэтому если есть возможность конечно ездить на лучшие площадки мира безусловно нужно слушать людей которые сегодня определяют то где мир будет завтра но и с другой стороны не нужно забывать о том что есть классный так же нужно ездить на профильные конференции где дают информацию о том что происходит сейчас я приводил уже пример тогда когда учился я мой сильно выпивающий профессор по высшей математике он не был интересен и с ним было реально очень скучно если у вас сейчас есть учителя в мальдивы здорово всем народ посмотрите как шикарно здесь на мальдивах хватит сидеть дома путешествуйте в детстве мне мама говорила ну все не могут быть богатыми отлично подумал я я не все я могу таких только один процент отлично почему бы вам не войти в тот один процент запомните все вы сможете и все у вас получится если у вас есть мечта верьте мне и оберегайте ее даже если для других ваша мечта кажется безумно идиотской да пошлите вы всех в жопу потому что это ваша жизнь никогда не слушайте тех людей которые не живут той жизнью которой хотите жить в будь то друзья будь то родители не слушайте их потому что они ни хрена вам ничего хорошего не могут посоветовать я так и делал я читал книги которые написали миллионеры вместо того чтобы бежать на очередную стажировку и запомните ничего не произойдет за одну ночь на все нужно время но если вы будете верить мечтать идти до конца и никогда 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 не сдаваться все у вас обязательно получится какие деньги и кинем яйцами если вы хотите быть в этом зале то есть любая тема которая вас мотивирует и дает знания это хорошо как человек заработал первый миллион рано вставал поздно ложился верил свою мечту был максимально быстро и максимально жестко На 99% принципы успешного бизнеса во всем мире одинаковые. В каждой отрасли одинаковые. Хоть ты занимаешься изобретением айфона, хоть у тебя розничный магазин, хоть ты продаешь новосипед. Что угодно. 99% успешных бизнесменов мыслят одинаково. Вы за этим тут. Если ты ждешь от меня какой-то формулы, как и что произошло, и как я, по-моему, яблоко продал, два, потом мне кто-то, три, потом три ящика, потом бабушка умерла и оставила у меня наследство, у меня этого не было. К счастью или к сожалению. Простые, понятные требования к себе. Будь максимально мотивированным, будь максимально быстрым, будь максимально жестким. Дальше просить делать все правильно, просить Бога, чтобы он это заметил. Я рано просыпаюсь, я много думаю, я много учусь, я много занимаюсь спортом, я немного употребляю алкоголя, я много путешествую, я много учусь. Все. С удивлением обнаружил, что оказывается неприятных задач с увеличением бизнеса, я всегда был уверен, что я сейчас все отважу на Мальдивы и оттуда, значит, по микросвязи, команды раздавать премии и штрафы. Не работаю. Чем больше у тебя бизнес, тем больше тебе нужно опускаться до полегов и разбираться. Потому что ты должен быть экспертом в своем процессе. Если внутри твоего процесса есть кто-то больше эксперт, чем ты, у тебя украдут деньги, либо произойдет что-то нехорошее. Поэтому, любой человек, и вы приготутесь к этому, я уверен, в этом сале есть люди, которые очень скоро будут стоять на этой сцене. Я верю в это и я знаю. Это во-первых. Во-вторых, приготутесь, когда вы выйдете на эту сцену, к тому, что у вас у всех будет профессиональная деформация. Но что забраться, завершил человек, который находится в завершении горы, не упал туда с ним. Он серьезно, профессионально деформировал. Потому что заработать деньги, это одна боль. Сохранительность, это вторая боль. Когда сохранил, он будет держать это количество дерьма, которое вокруг тебя будет делать. Ты не так заработал первый миллион, тебе отставили наследство, ты подок, ты этим бизнесом занимаешься, ты не то делаешь. Ты мало занимаешься общественной деятельностью, почему ты не строишь школу и больницы, а должен был бы, почему ты вообще там, не отреагировал на наши письма, там сообщения в личном. Это все профессиональная деформация. Для нее нужно иметь характер. Поэтому, когда вы стремитесь на эту сцену, будьте готовы к тому, что когда вы заработаете первые 100 миллионов, начнется самое интересное. Во-первых, зачем человеку, у которого 100 миллионов, просыпаться в руки? Зачем? Ты не потратишь деньги никогда. Второй вопрос. Количество энергии, когда ты сражаешься с людьми, у которых доход 100 тысяч, и с людьми, у которых доход 50 миллионов. Там качество, уровень, задача, мотивация, энергия выше. Значит, соответственно, тебе уже нужно играть в высшие линии. Как только ты начинаешь играть в высшие линии, ты тратишь больше энергии. Как только играешь больше энергии, тебе нужно больше времени восстанавливаться. Значит, имеешь силы. У тебя возникает чувство, когда ты перед своими детьми, тебе нужно все время тратить на них время. И происходит большое количество тремя осмыслений, инсайдов, выводов, а иногда и катарсис, да, перерождение. Когда ты задаешься, задаешься, задаешься вопрос, а потом просыпаешься другим человеком. Так вот, на все это нужен энергия и характер. Поэтому, точно могу сказать, на вершине горы круто и интересно, я пока туда не добрался. Но я очень серьезно настроен туда дойти. Туда нужно стремиться, там интересно, там хорошо, но там принимают только людей из команды. Я закончил ПТУ, у меня официальный 9 класс. У меня сегодня есть такая специальность, как сварщик и слесарь. Но на протяжении 30 лет я заметил, что если человек настойчивый, он даже более сильный и успешный, чем люди талантливые. Творчество и математика дают новые продукты, дают новые ценности, дают стандарты. Представьте себе такую картину. Туман. И в тумане есть какой-то зверь, мы пока не знаем какой, и нам надо его покормить. И у нас есть много продуктов, начиная с мяса, заканчивая бананом или морковкой. И вот туман потихонечку распадается, и мы видим только ногу и ухо. И вот тут должно включиться в нас в голове и дорисовать картину. Что это за зверь? То ли надо брать морковку, то ли мясо. И первый, кто сведет в голове креативно все ниточки и увидит, что будет в тумане, тот и выиграл. Потому что когда туман полностью рассеется, то все увидят, что это заяц, допустим, возьмут его по городу. Точно так же и в бизнесе. Чем вы не занимались, вы должны видеть потребности ваших клиентов. Вы должны вести в голове всякие ниточки и посмотреть, какой продукт будет востребован в следующем году. Через три года, через пять лет имейте долгосрочную стратегию. Конечно, хочется заработать деньги прямо завтра. Но я хочу сказать, я три года назад в Миндушайде прекрасная страна, прекрасная страна, необычная. И там нету слова нет и нету никогда слова. Там есть завтра. Вы хотите одолжить 10 долларов, у соседа приходите и говорите, дай мне 10 долларов. А я тебе говорю, завтра. Завтра это никогда. Так же и в бизнесе. Если вы хотите заработать деньги завтра, быстро, прямо сейчас или завтра утром, я вам хочу сказать, это никогда. Потому что только долгосрочная стратегия, которая, конечно, по ходу будет меняться. Конечно, новые технологии. Конечно, вы будете ее корректировать. Но вы должны видеть путь, куда вы идете. Может быть на пять лет, а может быть на год. И хочу сказать хорошую новость. Когда вы будете идти по этой стратегии, у вас будут варианты, точно будут, где можно будет быстро заработать деньги. Цените. Каждый доллар заработан своим трудом, имеет супер ценность. Он очень важный. Быструю шутку скажу. У меня два сына. И два сына, когда они учились, то летом я отдаю их на работу. Хочу, чтобы они привыкались к труду. И если ставшим я работал на стройке, то младшего я отправляю люди в кафе. И, конечно, деньги у нас какие-то есть. И он видит, что деньги есть. Но вот он два, он поработал два дня. Нет, не два дня, два часа. Убирал посуду, мыл там, мыл стол. Перебирал гречку за два часа. Я контролировал, чтобы он был ответственный. Через два часа я прихожу его забирать. Он мне говорит, пап, а купи сот. А сот стоит 18 гривен. Я говорю, все равно ты заработал 100 гривен. Купи. Ой, пап, дорого. Нет. Ты мне купи. Деньги в любом случае, то ли это, то ли ребенок, то ли взрослый, или то ли вы миллиардер, деньги, которые вы сами заработали, имеют супер большую ценность. А как вы заработали первый миллион у всех? Извини, я можно без микрофона, а я теперь совершил. Не будет слышно, все восстанет. Я реально, что-то сбивается. Деньги в рост. Почему всегда, как только задаю вопрос про первый миллион, все начинают плохо слушать? Хороший вопрос, хороший. Поставил меня в угол. Да нет, ребята, не поставил угол. Знаете, обычно люди, которые неуспешные или малоуспешные, им хочется придумать какую-то отмазку, потому что, что они не добиваются успеха. И лучше всего сказать, а он украл первый миллион, а первый миллион у него нелегально, он где-то его сделал. Я приехал в Санкт-Петербург, я начал свою деятельность со строительства. Я приехал, у меня было 180 тысяч долларов. Я за эти 180 тысяч долларов вложил их в одно дело, второе там потерял, там заработал. А начал на оперативах. То есть я работал на стройке, был в общежитии, начал развалиться Советский Союз. И я сделал одну бригаду, вторую, пошел по этой дороге. В конце концов, через 4 года был там директор строительства оператива. Потом, через еще 2 года, стал директором. А потом развалился Советский Союз, у меня был выбор. Я остался в Питере, вернулся домой. Я сделал свой выбор, у меня тут мама, родственники, друзья. Я вернулся в Украину, у меня было 185 тысяч долларов. И с этого все началось. Чуда нету, я не нашел, и наследство меня никто не дал. Я постоянно задавался на вопрос, что делают успешные люди. Я думаю, многие из вас, кто сегодня пришел на эту конференцию, тоже думают. Хотя вы хотите посмотреть, кто эти люди, да, Евгений Черняк, близко его увидеть, посмотреть на него. Я тоже так делал, и когда я посмотрел, что делают успешные люди, я увидел вот такую вещь. Если взять всю ценность, которая есть в мире, баланс мира, да, вы знаете, что есть как бы пьянель мира, это ВВП, и есть баланс мира. Баланс мира – это вся ценность, которая есть в мире. Вся ценность – это все деньги, все частные компании, все публичные компании, вся недвижимость, коммерческая частная. Это примерно сейчас 450 триллионов долларов. 450 триллионов долларов, да. Из них 60% это недвижимость. Потом все частные компании, все публичные компании это 70 триллионов. Может быть сейчас уже пик, может быть сейчас уже стало 100 триллионов. Деньги это вообще живые деньги, это очень маленький процент активов, которые есть в жизни. А знаете, во-вторых, в принципе, самые большие активы это недвижимость, компании и есть еще долговые инструменты, разные формы долгов. Там нас сосредоточены все деньги, поэтому я подумал, я хочу стать состоятельным, я хочу иметь долю этого пирога, что я должен делать? Я должен либо иметь недвижимость, либо компания. Очень простой выбор, как сделать прогресс в финансах? Я хотел стать состоятельным человеком. Как я могу стать состоятельным человеком? Я посмотрел, что делают состоятельные люди, они создают компании, создают ценность через компанию, капитализацию, потом превращают капитализацию в недвижимость. Нет другого способа стать очень состоятельным человеком, не сделан этот прорыв и нет другого инструмента. Единственный способ создания огромной ценности это строительство компании. Самый эффективный способ преодолеть страх, это еще больше страха. Потому что, например, представить себе, что ты умираешь, и ты лежишь на кровати умирания, и ты осознаешь, что это потом, о котором ты говорил всю жизнь, тупо не настало. Не настало это потом, и здесь уже все. И вот эта мысль вызывает во мне такие страхи, что не реализованные идеи. Знаете, ребята, каждый человек, который когда-либо принимал душ, имел идею. И вопрос только в том, кто и достал из своей головы, и кто нет, да? И каждый человек, который принимал душ, имел сомнение. Потому что, когда ты стоишь под душем, у меня так минимум происходит, появляется вот, тело наплодняет тепло, появляются сомнения. Сомнения, это правильно или нет, да? Из-за этого, конечно, самый большой страх, который есть в человечестве, это разные формы социальных фобий. Что скажут о мне? Это надуманные вещи, придуманные вещи. Вот с этим надо бороться. Бороться, как сумасшедший, с надуманными, придуманными страхами. Это огромный прорыв жизни. Итак, хочу на поле и просто... Итак, ребята, на конференции встретил своего подписчика. Я на каждой конференции встречаю вот по одному человеку. Это очень приятно. Расскажи о себе. Как повлиял мой канал на твою жизнь? Очень, очень, очень много мотивации. Вот это, наверное, больше всего, самый большой урок. Книги, ну, то есть, книги еще большой урок сыграли. Как бы, с тех пор, как я начал этим всем заниматься, то есть, как я начал изучать инвестиции, как я это все начал изучать, то есть, трейдинг, мои доходы буквально там за полгода выросли в два раза. Расскажи, сколько ты зарабатывал? Зарабатывал я около 17 тысяч гривен. Ну, как бы, меня и сейчас доход не устраивает, я все равно стремлюсь к большему. Ну, я считаю, что всегда нужно стремиться к большему. В 19 лет? В 19 лет я зарабатываю сейчас 40-50 тысяч. 50 тысяч гривен в 19 лет, а когда тебе было сколько там, когда ты 17 зарабатывал? Ну, это было вот полгода назад, это тоже было. Я считаю, это очень крутой результат, ребята, потому что я в таком возрасте столько не зарабатывал. Расскажи о концентрате, о конференциях, мотивируют ли они тебя? Почему ты на них ходишь? Очень. Вот, к примеру, первые два спикера, они действительно смотивировали, они дали такой прям вот подрыв, подрыв эмоций, подрыв вот этих желаний идти что-то делать, чего-то добиваться. Вера, она как бы более детально разбирала все детали своего бизнеса, как она это все, какие ошибки, на чем она училась, как бы. Это тоже очень как бы помогает, как минимум, тем, что этих ошибок потом стараешься не допускать. Хотя все равно лучше учиться на своих ошибках. Да, свои ошибки лучше всего. Вы никогда не научитесь на чужих ошибках. Ты наблюдатель просто, у тебя нет опыта, а когда ты через это прошел, ты больше не будешь повторять. Я не смотрел на других людей, да, все равно, пока не наткнешься на эти же грабли, пока на них не стукаешь в очередной раз, все равно эту ошибку не исправишь. Так же и в трейдинге у меня с эмоциями, постоянно с эмоциями была проблема, но потом как бы тоже начал по чуть-чуть, по чуть-чуть стараться сдерживать эмоции, стараться как-то фиксированную сумму там торговать. Не заливать по полдепозита, по марте, не там кидать, лишь бы отбить, нет. Чуть-чуть в минус, ничего страшного. Чуть в плюс, отлично. Совершенность. Так, вот для всех хейтеров показываю счет. Ну вот, на, можешь посмотреть. Кстати, вот я тестирую новую стратегию. Мои сделки. Вот, смотри, открываю по две сделки в день. Смотри, пятая две сделки, четвертая две сделки, видишь, третья две сделки. Вот. Еще хотел вам сказать, что вот когда я посещаю такие встречи, блин, каждый, люди реагируют по-разному. Люди вот меня спрашивали, почему я добиваюсь успеха? Я вот всем говорил, что мой успех это на 80% это встречи и книги. Когда я себе хотел найти менторство, да, вот как говорят. То есть я это, я... Ну мы стоим на стройке, здесь летает мусор, короче, вот видите. Я, ну, я же не мог общаться там с богатыми людьми. Я все это находил в книгах. И вот я так к этому отношусь, настолько к этому отношусь, что я беру, настолько извлекаю максимально пользу с этой конференции. Я вот приводил много людей, много моих ребят, которые со мной сотрудничали на эти конференции. Им не интересно. Они сидят в телефоне. То есть я их заставляю. И эти люди ничего из конференций не выносят. Они просто сидят, им это неинтересно. Говорят, ну зачем я сюда пришел, что я здесь подчеркну? А вот важно с этой конференции, потому что многие люди еще говорят, то, что эту всю инфу, в принципе, ну, можно, да, в интернете найти. Это не то. Это не то. Очень важно окружение. Окружение. Ты среди этих людей, ты напрямую со сцены слушаешь миллионеров, миллиардеров, вот что важно. А люди этого не понимают. Они думают, да я и так все знаю, зачем мне это. Ну, согласен с этим? Согласен, конечно. Да, вот даже само окружение, оно просто уже вдохновляет. Ты послушаешь людей, которые там тоже лет в 20 зарабатывают там по 4, по 5, по 6 тысяч долларов. И ты так смотришь на это, как какие-то такие невменяемые просто суммы. Ну, понимаешь, какая бы была жизнь у меня, если бы я заработал в этих людей. Вот. Хочется все равно большего, хочется еще большего. Ну, это какой-то жадности, просто хочется развиваться, хочется учиться. Мне нравится сам процесс, сам процесс того, что ты учишься, что ты что-то новое понимаешь. Да, да. Вот я когда начинал, вот у меня цель была как бы реально деньги сначала. Но когда я вот начал увлекаться этим процессом, мне уже вот интересно польза людям. Вот интересно мотивироваться, развиваться, что-то делать, какие-то новые проекты. Вот интереснее жить. И ты варишься в этом кругу. А раньше, да, я хотел заработать деньги. Вот как сказала Лера, что если у вас нету, как она сказала, если у вас нету возможностей, если у вас нету времени, знаний, денег, поставьте себе за цель поиск. Поиск, да. Поиск этих возможностей, поиск денег, поиск цели, поставьте себе это за цель. Итак, на этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, я сделал для вас классную подборку. Вы услышали миллионеров, миллиардеров, выбрал для вас самые сочные куски. Я вот буду выпускать такие вот влоги с конференцией, чтобы вы все видели, как все происходит. Еще раз хочу сказать про отношения, что самое главное отношение, как ты к этому относишься. Вот если ты относишься, что это принесет тебе пользу, так и будет. Если ты относишься, что это развод, это и будет для вас разводом, и вы для себя с этого пользу не вынесете. А еще я считаю, что с каждого момента, с каждого момента, вот это, по-моему, твои слова как раз. С каждого момента извлекай пользу. Да, да, да. Неудача, извлеки пользу. Конечно. Удача, извлеки еще больше. Нету как бы неудачных моментов, есть только опыт. И ты учишься. Полезные и чуть менее. Сейчас ты видишь, что у меня концепция канала. И ты знаешь, как расшифровывается инстатинга? Да, инстатинг это инвестиции и трейдинг. И инвестиции и трейдинг это не только вот бинарные опционы. Это по жизни, это стиль жизни. Вот трейдер, ты по жизни трейдер. Время, инвестиция это не только там, я не знаю, покупать какие-то акции. Инвестиция, вот, знания. Вот вам жизнь инвестора и жизнь трейдера. Так что огромное спасибо всем за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Подпишитесь на мой канал. Всем удачи. Пока.